Здравствуйте, здравствуйте! Фонбет Кубок России по футболу во всей красе, как мы его любим. Город Жигулевск, город-спутник Тольятти, Самарская область и искусственный газон стадиона «Кристалл». Небольшой, уютный, домашний, обшитый уже футбольным клубом «Акрон Тольятти». Молодой клуб, но совсем не молодая, весьма мастеровитая команда под руководством Евгения Калешина. Калешина сегодня противостоит в рамках четвертьфинала «Кубка России» на пути регионов московскому «Торпедо». И, по всей видимости, он готовится пробить. Как только он это сделает, назову составы стартовой команды. Удар очень мощный под дальнюю штангу и великолепен в своей реакции на этот эпизод Сергей Волков. Следует еще одна подача, никак не отобьется «Акрон», никак не дают возможность торпедовцу выдохнуть хозяевам. И вот уже контратака в исполнении хозяев, видимые на ее острие. Десятого номера, и какой удар! Максим Полиенко – это один из лидеров команды. И, опять же таки, один из местных свой товарищеский матч с футбольным клубом «Сочи» со статусным соперником проиграли подопечный Евгения Калешина со счетом 1-3. Не знаю, был ли такой же взаимный интерес со стороны торпедовцев к занятиям «Акрона», но это, может быть, мы узнаем уже после игры. Тем временем удар по воротам торпеда прерывает фигура защитника. А вот каким местом, отставленную чуть назад и в сторону, руку Кожемякина попадает? Но, к сожалению, по нынешним трактовкам это пенальти. Как же долго шло разбирательство по эпизоду. И Савичев бьет здорово. Довня был близок. Довня, возможно, и угадал. Прыгнул отлично, но этого не хватило. Мяч в воротах. Торпеда «Акрон» выходит вперед. Савичев реализует 11-метровый удар. Опасно. Опасно может быть. Снова справа. Прострел Савичеву. И какой удар с разворота. Это Эльдарушев. Первый гол в официальном матче Абу Саида Эльдарушева. Парень 21-летний обращал на себя внимание. Неоднократно по ходу первого тайма. И вот он решил эпизод. Классная реализация для тольяттинской команды. Вновь ликует стадион. Но самое главное, что закончился снег. Сейчас такой небольшой моросит какая-то. Ну, возможно, что-то с крыши просто сдувает. И сейчас не так неприятно находиться на открытом пространстве. Поэтому я думаю, что это должно положительно, естественно, повлиять на то, что будет происходить на поле. Для этого, по регламенту этого соревнования. Так, здесь вот западная трибуна отвечает примерно полторы тысячи болельщиков. Болельщиков, которые, кстати, тогда собрались максимум. Это было на матче 1-32 финала в 2020-м. Извините, в 2019-м году на матче против Саранской Мордовии, когда Акров проиграл лишь по пенальти. Ни на метр не покидал сидение. И наблюдал за игрой, сидя просто наблюдает за тем, как его команда играет. Уж не знаю, что там было в раздевалке, но выходили на игру футболисты Торпеды в таком очень задумчивом виде. Потому что мимо них как раз я прошел, выходя на поле. А вот уже опасная атака. Прорыв. Какой шикарный пас сейчас Илья Стефанович делал на Давида Караева. Последнее место. И всего семь забитых мячей за 17 туров. Шесть голов, кстати говоря, за шесть куплов матчей Торпеды забило. Что называется, почувствуйте разницу. А здесь будет вторая желтая, если я правильно понимаю. Данил Полубояринов. Он же получал желтую карточку где-то в районе 30 минуты первого тайма. Волков ошибку, наверное, не допустил. То, что точно не отдал. Вот это и могло сейчас аукнуться. А Крону попадает в штангу, насколько я понимаю. Нет, это полноценный сейв Сергея Волкова. И будет уже, конечно, сразу Торпеда торопится подавать угловой. Оставаться востребованным на таком уровне. Удар Каймакова. Еще две замены у Евгения Калешина. И, соответственно, есть возможность освежить игру команды. И снова удар из пределов штрафной. И это Равиль Нитфулин. Передача низом. Давид Караев. И чуть назад еще на Нитфулина. Удар низом. Попытался исполнить торпедовский капитан. Всегдашний, обыденный в первой лиге. Или сегодня это команда, которая превосходит ожидания и прыгает выше головы. А вот сейчас опасно. Да, я прошу прощения, Петр. Вот можно после этого опаснейшего удара, накрытого все-таки окроновцами, удар в исполнение Олега Кожемякина. Естественно, к стрепетам относились к матчу, потому что все-таки выход дальше. И играть с кем-то из команд премьер-лиги, с еще одной командой премьер-лиги российской, поэтому это намного, намного, конечно, интереснее. Вот дальше, если окрон победит, имею в виду, нужно еще сегодня доиграть с победой. Но там уже можно будет говорить о прыжках выше головы сегодня. Наверное, пока нет, да и торфеды не выглядят такой супергрозной силой. Нет фола, нет пенальти. Игра продолжается. Те самые четыре минуты превратятся на эту 5-6. И красно-черный окрон ликует сегодня Евгений Калешин. И его футбольная братва одержала победу со счетом 2-0. На ноль отстоял Сергей Волков. В целом, ряде эпизодов просто блестяще сыгравший во благо своей команды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова